Данила, привет всем, Абакал! Так, Татьяна Жыкова, добрый вечер. Кричите на Москва. Вот, допустим, что такое ТРОЯ? Объясните, Елена, может быть это какое-то такое слово издевательское? Трендить? Нет, не трендить. Трансировать? Нет. Ну, ладно, они не хотели рассказать, что имели ввиду. Ну, пропускаем. Далее, кто делает сегодня на абрикосах пятилетних? Это 100% больные деревья. Абрикосах пили нет и быть не может на здоровых. Мне вообще это не знакомо. Вообще нету, никогда не было. А у вас, значит, деревья сразу уже больные. А вы, кстати, были где у нас? Сохнут весной. А, ну, вы же написали, сохнут веточки весной. Да, больные деревья. А что с ней делать, если хотите еще им продлить какую-то жизнь? Значит, берете, делайте, не применяйте вот эти народные способы, а это все ерунда. Нормальный ядохимикат. Тут уж ничего не идет. Не держите, не ловите меня за язык. Не злорадствуйте. Это тот самый случай, когда нужен настоящий эдохимикат. Когда-то я использовал каратэ. Вот, я тоже не знал, что не закалечивали. Калечил. Вот, теперь я использую, использовал последние годы. Не я, а уже мой сын, а лотар. Но он их покупает. Он берет, разводит, сами знаете, на ведро там 2 или 5 миллилитров, я не помню. Потому что я уже давно перестал поливать деревья дыхимикатами. Но он использует только питомники. Потому что противоднолетние. Что такое однолетнее дерево? Вот оно выросло. На ней тряп. Почему? Кстати, на абрикосах нет. На грушах нет. Только на сливах и яблонях. А почему? А потому что такое привитые однолетние сажения за еще однолетние. Это калека. Это два срочных дерева. Представляете, корни и кроны вот так срочные. И что же вы хотите, чтобы оно здоровое было? И тогда тляп поселляется. И тогда, я просто вот так запомнил, потому что я им пользовался. Всегда, когда берете новый яд, неизвестный, опрыскайте одно-два дерева. Причем не с самых ценных. И смотрите, сгорает листья или нет? Обмана хватает, сами понимаете. Обмана хватает. Поэтому надо обязательно делать пробное. Допустим, подождали день-два, опрыскали, подождали. Ага, листья целая. Тля убита. Тогда уже поливайте все подряд. Ну, а лотар у меня в голове застрял. Сын, по-моему, и сейчас лотаром пользуется. Сергей Жилин. Так, идем дальше. Или это, можно ли использовать мыл, раствор для опрыскивания клея на смородине? Я еще раз сказал. А если это мыльный раствор, мыл на масляный, мыл на... Ну, расцепровать не буду. Речь, видимо, идет о народных средствах. Купите лотар, не разоритесь. Так. А, ну я не отрицаю, что Елена дала хороший совет. А, нет, спросила, можно ли использовать. Не знаю. Когда-то использовал настои табака. Не табака, а... Не табака, а... Махорки. Очень сильно давили на нас, советовали. Журналы Махорки, раствор. Не понравилось. Так. Альбина. Абакан. Добрый вечер, Валерий Курсинович. Правильно ли я думаю, что сейчас у ствола, то есть вокруг ствола, восселить яблони, морови нарыли свои ходы. И я думаю, что дерево это не повредит. Пусть живут морови в корнях. Может кислород поступает лучше, или оно одно другому не мешает. В общем, не знаю. Альбина, давайте так. Я не видел вашего дерева. Ануа. 8 лет. Да пусть оно абсолютно здорово. Доставьте муравей в покое. У меня есть несколько десятков фотографий. Муравей под яблони. Причем прямо яблони сквозь муравейник растет. Абрикос сквозь муравейник растет. Слева сквозь муравейник растет. Я смотрю. А мало того, вот муравейник, а на дереве ни одной клинки. Вот это вот, представляете. Это же невероятно. Вы что на мозге-то, как там говорится, неудобно повторять. Хочется материться. Муравейник. Не огромный, нет. Вот такой приличный муравейник. Дерево уже вот такое вот. Появился муравейник сразу вместе с деревом. Дерево росло. Муравейник рос. На дереве ни одной этой самой клинки нет. И муравьев практически нет. Так, один-два бегают, патрулируют. А как я вам скажу? А если у вас дерево загибается? Я буду. Тогда думайте. Так, Елена Тимофеевна. Скажите, пожалуйста, корни усаживаются абрикоса. Скажите, пожалуйста, такое инию абрикоса, а абрикоса такое. Ну, в общем, Елена Тимофеевна, я не смог расшифровать ваше письмо. Нелли. Можно ли абрикосы мусилить травой скошенной? Можно. Да только основание штамба, переход в землю, должен быть чистый вообще. И от травы. И вот. Вот это место самое. Проверьте, что должно. Да, пожалуйста, мульчируйте. Ну, так, чтобы вот это место, вот это место, вот это вот, 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 чтобы оно было чистое. Чтобы не загнивало. Вот и все. А так, пожалуйста, мульчируйте. Так. Слово Елены Тимофеевна. Корни абрикоса садятся, растут так же глубоко, как у корнисобсюля. Так, итак, корнисобсюля есть и привитые, правильно? Вопрос, кто служит по двое. Допустим, вы взяли академик, или королевский, или паин, мы о них вспоминали, да? Посадили в надежде, а в средней полосе России они не замерзут. У них уже готово все. Внедрены гены морозостойкости от поджорцев. Это факт. Вот, смотрите, как получилось. Я сейчас объясню чуть подробнее, я имею на это право, потому что я успеваю уложиться в свой час. Кстати, вот знаете, что я забыл? Вот это. Ради Бога, умоляю, раскупайте, дайте возможность и человеку заработать. И спасите свои сады от этих, от глупых ножей, которые вам подсовывают. Подумаешь, каких-то 3000. Девушка не прилагается. 3000 я только замерзу. Так, а я искал совсем другое. Мы как раз на этом месте остановились. Мы как раз на этом месте остановились. Вот сколько нам открытий чудо. вот она, видите? Это трехлетки, но они растут в глиняной почве, поэтому медленно растут. Это есть сельцы академика. Видите? Вот они. Теперь возвращаемся к нашему, ну, запомнили, да? Сейчас они так хорошо пошли, на четверти год. А теперь давайте вернемся к нашему письму. Корни у абрикоса садимся растут так же глубоко, как у колеса. Дело в том, что в самом высоком мире абрикосе, это манчжурцы, но не все манчжурцы. Есть манчжурцы, как говорите, горные, скористые. Чем больше в городе, тем они короче, тем они медленнее, и тем они ближе к кустарнику, даже к кустарнику. А есть абрикосы манчжурцы, которые растут в мизинах. Вот такой штамп не преувеличиваю. Еще больше, чем моего. Вот. 177 лет вот такое штампище и бесконечное количество плодов. Благодаря Борисовскому я это знаю. Спасибо ему за это. Так я теперь могу про это рассуждать. Это великан. А уже допустим культурные абрикосы, они всегда поменьше. Почему? Потому что они культурные. Дикарю ничего не сдерживало рост. А культурные сдерживали рост именно условия содержания в садах. А там уже многое чего изменилось. Всю генетику рассказывать не буду. Скажу окончание. Культурные абрикосы меньше по размеру, чем дикие полукультурные. Дикие самые ростые, полукультурные поменьше. Вспомните огромный этот самый жердель мой, который я показывал там 150 метров квадратных площадь под димку. Вспомнили, да? Вот. Ну и корни. Если я буду сравнивать привитие с этим, с дикими. Вот. Мы сравниваем корни дикого, полукультурного и культурного. И тогда получается, что чем ближе к этим самым манджурцу, тем корень длиннее, а соответственно у культурного корень будет покороче. Вот примерно так и объясняю. Вот. Еще раз повторяю ваше письмо. Корни абрикоса саженца растутат заглоков, как корни собственных. А абрикос саженец, если вы имеете ввиду, допустим, Железова Сергея, да, абрикос саженец. Да, он культурный, но привитый манджурца. И получается, что у привитого манджурца в основании, что у них собственный манджурец. А если он культурный, то он будет короче. Ну, как смог, так объяснить. Так объяснил. Михаил Швилин, привет. Григорий Чихин, вы обмолвались этим словом в трах. Ну, обмолвался, да. Дело в том, что у нас... А хотите, Елена, я сейчас всю правду расскажу. А тут уже свои остались. Это не попадет Путина в эту самую... Дело вот чем. Значит, когда-то все было так. Я не шучу, я сейчас все выложу. Вот зачем было вам это говорить? Сами виноваты. Слушайте сюда. Слушайте меня. Итак, значит, был такой великий гений Лаванус. Он написал книгу, примерно, которая назвала... Редчайшая книга, примерно, и знаете почему? Очень деликатная. Редчайшее издание под названием, примерно названием «Сбережение народа». Одна из главных причин, почему в стране у гигантской России так мало людей было. Я повторяюсь, но как повторяюсь? Значит, взрослые женщины привлекали не к невосполнению потомства, а именно к сексу. Детей. Мальчиков детей. Потому что мужчины их просто уводили, и они на 25 лет выходили в армию. В селах не было взрослых мужчин. Они, оставаясь без, как так сказать, нормальной жизни. Секс это часть нормальной жизни. Они принуждали к сексу детей, мальчиков. Когда мальчики вырастали и выходили, женились, в них не было детей. А это придумал не я. Это сто процентов. Я нисколько не преувеличил. Это одна из причин назвалась малолюдства в России. То, что у нас мало людей. То, что мальчики рано начали взрывать сексом. А потом мы росли, росли, у нас уже было много людей, у нас было 300 миллионов, и всё шло в это направление. А потом случилась перестройка и сексуальная революция. Вы поняли, о чём речь-то идёт? А последние годы вы что думаете, дети сексом не занимаются? А вы что думаете, они не теряют способность или родить, вообще родить, или родить здоровых детей, здоровое потомство, начиная с малолетства заниматься сексом? Сексуальная революция. Всё можно. Сейчас путь какая-нибудь как эта. Это невероятно. Если сейчас учительница сказала бы, как нам говорила, нельзя, чтобы у нас были уроки сексуального воспитания. Я учился в 8-9 классе. Это сколько мне, это какой год был? 62-й, 63-й, 64-й, да, где-то. Вдруг поступила команда самой Москвы во всех школах провести уроки сексуального воспитания. Как они проходили? Елена, знаете, сказать, нас разделили, выгнали половину девочек, то есть всех девочек в другой класс, а к нам мальчикам единственный мужчина в школе, директор, пришёл к нам проводить занятия сексуального воспитания. Целый час он нам говорил об одном, ни в коем случае не занимайтесь этим самым, вашим возглавным, ни в коем случае, он не ссылался на Ломоносова, ему была команда, чтобы детей как-то зомбировать, чтобы они рано не вступали в полную связь, это было официальной программой. А что девочкам говорили? Да сами догадайся, о чём учительница, женщина могла девочкам говорить. Вот и всё сексуальное воспитание. А потом вот эта шутка, уже современная шутка. Учительница сказала отцу, чтобы из дневника Вовочки учительница сказала отцу, чтобы он мне прочитал, рассказал о сексуальном этом. То есть провёл урок как бы уже как бы своим мужским языком. Да, послушал и отца. Друг думал. Вот и всё. И сейчас мы, думайте, это не повлияло. Я вот чуть-чуть вот, вы сказали, Елена Гречихина, вы оболвались словом трахнуться. Да, оболвался. Вырвалось, бывает. Но здесь все свои, это уже президенту не пойдёт. Здесь мы можем говорить о чём угодно. А Ломоносова, вот сейчас бы его взяли бы, ссылаясь на него, сказали. Нельзя заниматься детям сексом. Или больные дети, или вообще это самое, будет это, чужих детей будешь воспитывать. Так и надо говорить на уроках. Десятом, девятом, одиннадцатом классом. Извините, Елена, что хочу, так говорю. Вы сами зацепились за это слово, я не виноват. Иначе не было бы моего ответа. не было бы, но не было бы, но не было бы, но это это .